Так выглядят кубанские поля из космоса. Спутники передают любую информацию о сельхозугодиях края, где и что выращивают, нужны ли удобрения и даже откуда набегают насекомые-вредители. Все эти данные поступают в Центр мониторинга в Краснодаре. Полученную информацию анализируют и выстраивают в специальную карту. Вот, например, расчеты по пшенице. Соответственно, обозначен рейтинг прироста биомассы по признаку светофора. Зеленые поля – это лучший прирост, желтые поля – среднестатистический прирост. На красные поля стоит обратить внимание, что там происходит с точки зрения аграрного бизнес-процесса. Именно так современные технологии работают на человека. Этот Центр спутникового мониторинга – успешный пример внедрения цифровых систем. В прошлом году АПК «Края» даже стала одним из лидеров в отрасли по темпам цифровизации. Кубань сегодня экономически сильный и развивающийся регион. Но без современных технологий улучшить позиции во многих направлениях не получится, отметил губернатор. В целом цифра, я думаю, если мы активно будем наступать, показывать, что эта работа, это работает на людей, на экономику, на жизнь. Она также приживется и завтра никогда уже мы от нее не откажемся. Никогда надо просто самим в это поверить для начала. Мы сами не верим, что может быть цифровой или электронный документооборот, что могут уйти в прошлое эти кипы бумаг, которые к нам на стол ложатся с точки зрения нашей коллеги профессиональной работы. Что налоги могут быть на самом деле в цифре и очень прозрачные, доступные всеми. Контроль может идти очень просто. И любой может нажать на кнопочку и увидеть, какое исполнение бюджета, кто подрядчик, кто заказчик, на какой стадии находится реализация того или иного социального проекта. Но я думаю, что здесь выгодно должно быть все равно всем нам, если мы говорим о развитии, о качестве, в том числе, и жизни, и качестве управления различными процессами. Объединить различные службы края и принимать оперативные решения позволит единый центр управления. Его создадут на Кубани до конца этого года. Для жителей региона это помощь на новом уровне. IT-специалисты смогут контролировать ситуацию с общественным транспортом, вывозом мусора и другими важными сферами, вплоть до наличия в аптеках льготных лекарств. Ключевым элементом системы управления регионом должна стать единая система управления регионом, которая позволяет вести мониторинг деятельности всех органов власти, прогнозировать аналитику. То, что сейчас делает ни один регион, мы предлагаем помимо того, чтобы просто знать, еще и анализировать и прогнозировать возможные ситуации, которые могут возникнуть в будущем. Чтобы разрабатывать новые информационные технологии, в помощь жителям края необходимы в том числе умные головы. На поддержку и привлечение таких специалистов акцентировал внимание глава региона. Венемин Кондратьев предложил создать IT-кластер, в котором будут обучать новые кадры и создавать отечественные диджитал-продукты. Давайте также подойдем к IT-бизнесу, как к бизнесу. Дадим им налоговые преференции, льготы, государственную поддержку, чтобы молодые студенты, выпускники, они уже начали притирать этот IT-центр и IT-парк, только по-настоящему взрослый. Я знаю, что университет такое созданное. Давайте в промышленном масштабе создадим. Ну и от вас, как от бизнеса, мы требуем отдачи, а как иначе. То есть те продукты, которые будут продаваться, потому что у нас в силу отрасли экономики, сельское хозяйство, промышленность и снатурный курорт, и все-все-все-все, они выпускают продукты, только у каждого свои. Ваши продукты тоже продукты, и они тоже должны пользоваться спросом, быть конкурентоспособными, и вы, как бизнес, должны осваивать новые рынки. Это настолько перспективное направление деятельности, которое, исходя из выступлений, никого не вызывает совершенно никаких сомнений о важности, значимости. Единственное, что выступления, которые прозвучали, на мой взгляд, требуют определенной консолидации. Пока же в Краснодаре ищут площадку, где разместится будущий IT-кластер. Но не терять контакты с умными головами Вениамин Кондратьев просит уже сейчас. Программисты могут разработать один продукт для разных отраслей края. Например, чтобы жители региона смогли с помощью одного клика увидеть, на какой стадии строительство школы или детского сада. Спрос рождает предложение. А если у нас нет сегодня спроса, в том числе и мы, его не создаем. У нас же, да просто у нас нет программ элементарных контролем за строительством, за текущим статусом строительства тех или иных объектов, в том числе даже социальных, школы, детские сады и тому подобное. Мы такую программу возьмем, и строительный бизнес ее возьмем. Но здесь мы должны, в первую очередь, коллеги власти, создать, в том числе, спрос. А с предложением, я уверен, наши ребята-этишники точно не заставят себя долго ждать. Не заставят. Ну давайте будем первыми, которые зададим спрос на те или иные продукты, IT-продукты, на те или иные программы. И дадим им, чтобы они их разработали. И когда мы объединимся все вместе в одно сообщество, в одно, тогда, на самом деле, мы добьемся результата. Но говорить об умных технологиях невозможно без доступа к скоростному интернету. Передовой стандарт всемирной паутины пока дошел не во все малые поселения и станицы. До 2021 года в крае предстоит обеспечить доступом к сети не менее 2000 объектов. В прошлом году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к высокоскоростному интернету подключили 500 социально значимых учреждений края. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.